Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник, всеобщая история, новое время, 7 класс, за авторством Ведюшкина, Бавыкина, серия сферы. Глава 2. Старый порядок. Экономика, общество, власть. Параграф 5. Расцвет денежной экономики. Вспомните, что такое натуральное хозяйство и товарно-денежное хозяйство. Ну, я уже несколько раз отвечал, но отвечу еще раз. Натуральное хозяйство это когда семья, живущая в деревне, не в городе, а именно в деревне, все производит для себя сама. Одежда, обувь, продовольствие, посуда, инструменты, какая-то утварь, мебель, стройматериалы, все производится своими руками. Это натуральное хозяйство. То есть, практически ничего нигде не покупается. Ну, может быть, раз в год покупается один какой-нибудь там железный инструмент, например, там топорища. И потом в течение лет, так знаете, 50 этим топорищем спокойно пользуются. То есть, покупки очень и очень редкие. При товарно-денежном хозяйстве крестьянин, вырастив урожай довольно большой, продает этот урожай в городе. Как минимум половину этого урожая продает. И в ответ на вырученные деньги покупает в этом самом городе инструменты, мебель, одежду, обувь, какие-то дополнительные виды еды, которые у него нет. То есть, вот такие вот идут закупки. Это уже товарно-денежные отношения. При натуральном хозяйстве крестьянин ничего не покупает. Вот он вырастил урожай, и этим урожаем он питается. Все. Продает, ну, может быть, там один мешок он и продаст, чтобы купить, например, соли, которую он не может добывать. И все. В новое время в Европе возникает и укрепляется капитализм, постепенно изменяя всю жизнь людей. Деньги питают экономику. Еще со средних веков деньги, кроме мелких разменных монет, стоили столько, сколько в них было золота или серебра. Цену же за драгоценные металлы определяло их общее количество в экономике. И в условиях постепенного вытеснения натурального хозяйства товарно-денежным имеющихся рудников не хватало. Деньги оказывались дорогими, товаров было немного, и потребление даже высших сословий нередко оставалось скромным. За пределами придворного круга разрыв в образе жизни между различными своями общества оказывался не столь велик, как и в более поздние времена. Основная часть населения покупала очень мало и нечасто. В раннее новое время ситуация постепенно меняется. После великих географических открытий золото и особенно серебро потекли в Европу. Началась революция цен. Драгоценных металлов стало много. Их цена начала падать, тогда как производство товаров увеличивалось значительно медленнее. А значит то, что продавали за деньги, стало стремительно дорожать. Так в Испании за 16 век цены выросли в 4,3 раза. В Англии с 1540 по 1640 в 4,5 раз. Это оказывалось выгодно для тех, кто производил товары и поставлял их на рынок. Те же, кто их покупал, терпели убытки и вынуждены были изыскивать новые источники доходов. При этом, разумеется, те, у кого были средства, они лучше питались и по-другому одевались. Но многие даже в средневековом обществе не стремились к тому, чтобы заработать как можно больше денег, предпочитая жить традиционно, как отцы и деды. С увеличением количества золота и серебра в экономике возник меркантилизм. Теория о том, что богатство страны – это деньги, и государство должно делать все, чтобы они не покидали границы страны. Его задача государства – развивать промышленность, добиваться, чтобы экспорт превышал импорт. То есть продажи товаров за границу из страны были выше, чем то, что страна покупает за границей. Экспорт – это продажа товаров из страны, импорт – покупка за границами в страну. Таким образом, поддерживали купцы, проводилась политика протекционизма, то есть защита внутреннего рынка через введение низких пошлин на экспорт и очень высоких на импорт. Рост населения, отток его в города, развитие товарно-денежного хозяйства, улучшение путей сообщения приводили к тому, что все больше товаров перемещалось по Европе. Если ранее купцы получали огромные прибыли от торговли на дальние расстояния, а на городских и сельских рынках нередко торговали сами производители, то и дело прибегая к натуральному обмену, то с увеличением количества денег ситуация изменилась. Купцы, готовые платить за товар сразу, а иногда и авансом и в звонкой монете, все чаще выступали в роли посредников на местных рынках. Покупателям это казалось невыгодно, зато снабжение городов стало более надежным и регулярным. Росла торговля и между регионами одной страны. Так очень медленно и постепенно разрушалась старая экономика и возникала новая – капиталистическая. Развитие капитализма. Для средневековой экономики стремление к постоянному увеличению производства было скорее исключением, чем правилом. Нехватка покупателей, ограниченный выбор товаров, традиционная психология заставляли выводить прибыль, разницу между доходами и расходами из производства, не стремиться к постоянному увеличению дохода. Вместо этого деньги тратились в основном на повышение уровня жизни, предметы роскоши, пиры, приемы, покупку земли, и приобретение должностей или дворянства. В раннее новое время увеличение количества денег в экономике, рост доходности сельского хозяйства привели к росту спроса на товары, а развитие торговли создавало возможность доставить их хоть на другой континент. Начались эксперименты в сельском хозяйстве. Начали возникать новые формы производства. Рядом с ремесленными мастерскими создавались мануфактуры, в переводе с латыни «сделано руками», предприятия, основанные на разделении труда. Если ремесленник изготавливал любое изделие от начала до конца, то на мануфактуре рабочий отвечал за одну-две операции, что позволяло за одно время сделать гораздо больше товаров. Цена их падала, и это позволяло смириться с неизбежной потерей качества. На место изготовления штучных вещей на заказ постепенно приходит массовое производство для нужд рынка. Мануфактуры в первую очередь появлялись именно там, где требовался большой объем производства. В текстильной промышленности, обработке металла, судостроении. Если все работники были собраны под одной крышей, такая мануфактура называлась «централизованной». Если же ремесленники работали у себя на дому, а предприниматель поставлял им сырье и орудия труда, а потом доставлял, вернее продавал их изделия, то это была рассеянная мануфактура. Производить все больше стало выгодно, и это заставляло предпринимателей жить по-новому. Не только тратить деньги на себя, но и вкладывать прибыль обратно в производство, увеличивая его. На смену традиционным экономическим отношениям между сеньором и крестьянином, ремесленником и подмастерьем, приходит новая форма хозяйствования. Теперь владелец капитала, то есть того, что позволяет получать прибыль, денег, полей и предприятий, не рассматривает производство как общее дело со своими работниками. Его не заботят условия их жизни. Он стремится получать всю прибыль один, нанимая лично свободных работников, предоставляя им все орудия труда и выплачивая заработную плату, обычно составляющую очень незначительную часть его доходов. Так возникает капитализм. Такая экономическая система, при которой прибыль получают владельцы капитала, тогда как товары и услуги создаются совсем другими людьми, продающими свой труд за заработную плату. Для капитализма характерно существование свободного рынка товаров и рабочей силы, отсутствие принуждения, вкладывание прибыли в расширение производства. Вопросы и задания. Как революция цен повлияла на экономику? Революция цен стала весьма серьезным испытанием для в целом экономик Европы. Дело в том, что при этой революции цен, цены стали расти на различные промышленные изделия, то есть изделия различных ремесленников. Именно на их продукцию цена началась существенно расти, в то время как сами деньги стали дешеветь, потому что денег становилось все больше и больше, драгоценных металлов становилось больше, они стали дешевле. При этом товаров больше не стало, следовательно, они стали дороже. Вот это и есть революция цен. То есть резкий рост цен на определенные группы товаров, конкретно ремесленные товары, при этом общее падение, например, заработных плат в различных секторах. То есть чиновники вроде как получали в серебре, скажем, 10 рублей, получали и, например, в 12 веке, и, например, в 15 веке. Но в 15 веке на 10 рублей чиновник уже не мог купить того, что он мог себе позволить купить в 13 веке. Цены очень сильно вырастали. Какие условия необходимы для развития капитализма? Ну, разумеется, это серьезный покупательный спрос. То есть количество людей должно быть достаточно велико, причем людей, которые могут покупать те или иные товары. Потом, в обязательном порядке, это развитие лично свободных людей. Без них капитализм достаточно сложно развиваться. Потом, разумеется, это развитие торговли. То есть должны быть развиты пути сообщения, построены более-менее хорошие дороги, мосты, порты. При этом желательно, чтобы государства были централизованными, а не разделенными на маленькие части. Потому что чем более разделенное государство, тем больше разных внутренних препятствий, всяческих внутренних таможен и тому подобного между различными областями страны. Все это сильно препятствовало торговле и, естественно, капитализму. Почему мануфактуры стали вытеснять ремесленные мастерские? Мануфактуры работали быстрее и производили гораздо больше товаров, чем ремесленные мастерские. В мануфактурах там работали десятки людей. И каждая группа людей выполняла строго определенную работу. К примеру, если обычный ремесленник, покупая, например, шерсть или лен, сначала из этого льна делал нитку. То есть сначала он обрабатывал сырье. Потом из сырья делал нитки. Потом из нитки он делал ткань. Потом из ткани он делал какую-то одежду. То есть, как видите, и все это он делал своими руками в одиночестве. Да, товар получался качественный, но при этом этого товара было несоизмеримо мало. В мануфактурах ситуация была другая. Одна группа людей обрабатывала сырье, вторая делала нитки, третья делала ткань, четвертая делала из этой ткани одежду. Да, работа была быстрой, качество при этом страдало, но при всем при этом количество выпускаемых изделий было несоизмеримо больше. То есть, если ремесленник в лучшем случае в месяц делал 10 костюмов, то мануфактура спокойно могла выпустить тысячу костюмов. Почувствуйте разницу. Естественно, что они стали вытеснять постепенно ремесленные мастерские, так как могли себе позволить выпускать больше товаров. И, естественно, ремесленники проигрывали конкуренцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова